ну вот и все наконец-то мы уселись я не знала сколько именно взять но так получилось что там была акция что чизбургер чизбургер и 4 наггетса стоили 2 монота 60 копеек и еще плюс я купила вот такую вот упаковку с 20 наггетсами планировала я просто брать наггетс и снять наггетс челлендж но так получилось что сюда еще пришел наш гамбургер и сказал съешь меня айка съешь в общем вместе с 30 штуками 3 соуса на ваш выбор я выбрала барбекю и 2 кисло-сладких еще плюс меня здесь лобода сырный все в комментариях писали что айка куда ты дела свой любимый соус как ты можешь без него просто так получилось что он закончился и поблизости магазине его не было нужно было ехать далеко и с чего началась вообще эта идея съемки этого видео я просто посмотрела видео одного блогера парня где он за своей девушкой устроил челлендж как раз таки с наггетсами я просто посмотрела это видео у меня прям слюнки потекли я думаю блин я тоже хочу так и давайте начнем хрустящие они смотрите прям хрустят и давайте макаем в кисло-сладкий соус потому что места нету чтобы сырный немножко на массу если честно я уверена что это все всем это просто легко второй пошел как же это вкусно они еще горячие а все потому что эти макдональдсе на каждом шагу приготовил сам обычную воду когда я беру колу мне хочется ее пить 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 и в конце так получается что желудок весь в коле есть уже не хочется соус барбекю я пошла вообще за наггетсами по дороге зашла где-то в 5-7 магазинов техники небольших ларечков кто подписан на мой инстаграм те в курсе я хочу себе взять iphone 11 не про не про макс а просто 11 почему я могу объяснить потому что во первых просто про он слишком маленький 11 он больше чем про а про макс слишком дорогой поэтому самое оптимальное взять просто 11 я попросила вас в инстаграме у кого есть 11 снимите мне любое видео на фронтальную камеру и киньте я думал что всего пару человек закинет мне такие видео но блин ребята вы у меня такие позитивные такие знаете душевные реально мне очень было приятно что так много людей откликнулись и кинули мне видео вы знаете на удивление у кого-то прям супер качество у кого-то прям не очень может из-за освещения кстати если вы знаете блогера который снимает свои влоги на одиннадцатый айфон то обязательно пишите мне мне самой интересно посмотреть вообще на технику мне никогда не жалко тратить деньги пусть это микрофон не знаю то есть на телефоны жалко но вроде телефон это тоже техника и получается какой-то парадокс я имею ввиду что мне не жалко тратить деньги на свое дело я считаю что youtube это мое дело вот почему я покупаю телефон я хочу вам почаще снимать интересные качественные влоги сырный соус как я скучала по зиме в общем на чем остановилась к 14 февраля была куча акций где телефоны продавали с очень хорошей скидкой и сейчас я звоню в эти же места и мне говорят что все акции закончились цена новая и блин как-то обидно переплачивать 100 монат лишних просто потому что ты тупанул и во время акции не покупал в общем посмотрим когда получится я просто знаете как хочу снимать вот например я решила что-то сама готовить я иду в супермаркет выбираю то что мне нужно например продукты и все это снимать вам и знаете не как длинный такой влог да а просто как несколько минутная преролл так скажем в начале видео как же я люблю сочетание сладкого и соленого сначала макаешь в кистосладкий соус например а потом в этот в сырное прям самое то что касается моей кожи быть может вам кажется что никаких изменений нету но вам даже может кажется что все стало намного хуже но я вам скажу так я начала краситься с каждым днем все меньше и меньше и сейчас у меня на лице то есть дела обстоят неплохо я очень боюсь заглазить и что вот это вот все пойдет обратным путем опять начнутся высыпания и что вот эти изменения временные но я реально от души надеюсь что что наконец-то вылечу свою кожу исполнится самая заветная моя мечта я буду ходить без макияжа очень хочу у кого тоже есть проблемы с кожей тот меня поймет насколько это обидно неприятно я обязательно сниму для вас видео какие препараты я использую многие даже сейчас в комментариях пишут что айка скажи чем ты пользуешься вот мы тоже начнем этим же пользоваться я сначала должна узнать действительно ли это эффективно может быть это всего временные результаты например или например есть препараты которые вызывают привыкание после того как я перестану пользоваться этим всем суть вернется я хочу убедиться в этом и потом уже рекомендовать вам сниму все полное такое видео еще такой момент который мне очень нравится это то что все мое лечение оно базируется на том чтобы улучшить мой иммунитет то есть никаких антибиотиков я не пью мне очень нравится тактика не знаю лечение результат я увидела там через три дня через два дня уже увидела что лучше стал но есть такая тема как пост окна я хочу просто избавиться от всего и показаться вам без макияжа и рассказать свою историю свою боль можно сказать как же вкусно вот честно сказать что я наелась вообще нет я с удовольствием прям ем я не заставляю себя ни в коем случае вы знаете когда я не хочу доедать я не доедаю вчера вечером читала комментарии и реально от души смеялась одна девочка говорит я думаю горит лайки вообще нету парня и она придумала это все потому что она не выставляет вместе с ним фотографию хотя бы можно не знаю заблюрить лицо или поставить какой-то смайлик вместо лица я думаю что скорее всего это написал какой-то ребенок я думаю что навряд ли взрослый человек будет так думать что мне заняться нечем я сижу придумываю себе и цветы сама себе покупаю она далее написала что вот говорит цветы скорее всего это маме кто-то подарил и она типа хвастается что это подарили ей моя мама не отмечала свой день рождения поэтому в этот день яйца это не дарили если кто-то не верит это сгубо личное мнение каждого я не могу кого-то переубедить или специально из-за этого выложить фотографии своего парня я вам так скажу многие уже нашли моего парня в моем инстаграме и у него 300 человек ему кинули запрос и ребята это не руфат я всегда р и сердечку ставлю и в моем инстаграме есть мой одноклассник его зовут руфат и все почему-то думают что он мой парень он даже мне написал говорит айка почему все думают что я твой парень невнимательные вы какие а там же на р есть еще один еще один так что вот так вот будьте внимательно не допускайте такие ошибки я могу объяснить почему я его не показываю и скорее всего показывать не буду не только для того что он не хочет чтобы его на улице узнавали и так далее но это тоже это сейчас может быть у меня 100 тысяч а завтра может быть что у меня будет и 200 тысяч подписчиков и больше получается что эти люди могут его узнавать на улице он этого не хочет второй момент он хочет работать в государственной сфере на хорошие должности и как бы здесь это не очень приветствуется например в налоговой ты работаешь в очень хорошей должности к примеру да еще по совместительству ты блогер время от времени снимаешь мукбанки это как-то считается несерьезно поэтому как то так ребята как же это вкусно я могу есть это вечно 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 надо было брать 30 наггетсов ой 50 сейчас 30 это слишком просто получается что я уже съела 19 в названии наверно округлю и напишу 30 потому что здесь еще и гамбургер так здесь получается 25 и так давайте по отвечаю на некоторые вопросы как ты относишься к цыганам твое мнение я ко всем национальностям отношусь замечательно я считаю что нету плохой нация есть плохие люди или есть люди которые очень плохо воспитаны мне например не нравится когда в магазине одежда со мной сразу переходят на ты продавец потому что я всегда разговариваю на вы мне кажется это как там мне некомфортно становится сразу или например салоны красоты очень часто бывает такое что ты идешь в салон кому то это может и нравится я не спорю мне не нравится когда сразу ну чтобы только разговаривать как будто с подружкой вот так вот по-русски не знаю как это перевести ты приходишь в салон и парикмахерша мастер тебе сразу вот такие вещи есть честно не то что это конечно приятно хорошие слова и так далее но мне становится как-то очень некомфортно потому что у меня такое ощущение что это как-то фальшиво я люблю когда на б а еще одна из моих подписчик занимается фаберликом нереально настолько неудобно но она хочет мне подарить аромат и мы с ней прям на днях должны встретиться и я вам расскажу про очень классные акции фаберлик в ближайших видео обязательно будет вчера я снимал для вас видео про соленую рыбку я съела 4 по моему рыбки потом всю ночь я пила воду наверно это видео выйдет первее чем то у меня вообще есть три видео уже готовых которые я не выложила поэтому я не знаю что зачем пойдет как там будет в общем как-то так я съела все было реально не трудно я думаю что наверно 50 наггетсов я тоже могу осилить если не так не будет гамбургером как-то в следующий раз можно снять такое видео в общем если вам оно понравилось и вы хотите вторую часть где я буду кушать 50 наггетсов то обязательно пишите в комментариях я вас всех очень очень сильно люблю с вами была я кремель и всем пока пока пока